Музыка Помочь людям во всем мире продлить и улучшить свою жизнь, предупредив развитие артериальной гипертонии и химической болезни сердца и инсульта. В этом заключается миссия Всемирной Федерации Сердца. В нее входят члены 195 кардиологических ассоциаций и фондов из более чем 100 стран мира. По статистике, смертность в России от болезни сердечно-сосудистой системы занимает первое место. Более половины тех, кто страдает болезнями сердца, это люди активного и этадоспособного возраста. Между тем, наблюдается крайне опасная тенденция. Все чаще болезням сердца подвержены люди молодые, которым едва исполняется 20 лет. Возникновению сердечных заболеваний способствуют такие факторы, как возраст, пол, высокое кровяное давление, курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, отсутствие физической активности, психосоциальные факторы, сахарный диабет и даже загрязнение воздуха. Что такое повышенный холестерин и какие последствия может вызывать его повышенное содержание в крови? За уровнем холестерина нужно следить. То есть, если человек здоров, даже здоровые люди у нас проходят диспансеризацию, и там определение уровня холестерина входит в программу обследования по диспансеризации. Если выявляется высокий уровень холестерина, при отсутствии других вообще каких-то проявлений заболевания, при отсутствии жалоб со стороны пациента, тем не менее, уже человек должен быть насторожен и должен принимать меры по изменению образа жизни и образа питания с целью недопущения дальнейшего роста холестерина, во-первых, и во-вторых, формирования дислепидемии и атерослеротических бляшек. Но если у человека обнаруживается и высокий холестерин, и уже есть какие-то проявления заболевания, например, артериальной гипертензии, то есть мы видим, что у человека повышенная цифра артериального давления, здесь уже пациент должен не просто изменить образ жизни, он должен посещать врача своевременно, должен получить рекомендации от врача и по изменению образа жизни и питания, по контролю за артериальным давлением, возможно, какая-то медикаментозная поддержка будет рекомендована врачом, и дальше пациент должен контролировать эффективность всех этих мер путем посещения врача своевременным и путем самоконтроля и артериального давления, и уровня холестерина. То есть знать о том, что высокий холестерин в организме, и на этом успокаиваться нельзя ни в коем случае, потому что именно высокий уровень холестерина является одним из, еще раз повторюсь, одним из важнейших факторов развития многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Артериальное давление – один из ведущих показателей, по которому определяется общее состояние организма. От его величины очень сильно зависит самочувствие взрослого человека. При измерении кровяного давления учитывается два значения, записывающихся через дробь и измеряющихся в миллиметрах артутного столба. Верхняя граница отображает, с какой интенсивностью сердцем выталкивается кровь к сосудам. Нижнее артериальное давление – это давление сосудистой стенки в промежутке между сокращениями. Оно главным образом зависит от работы почек. Нет понятия рабочее давление. Есть понятие оптимальное артериальное давление. И это давление определено рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов на границе 120 на 80 миллиметров тупного столба. И поэтому пациент, человек, видя, что у него давление 140 на 80 миллиметров тупного столба, он должен обратиться к врачу. Потому что это уже, можно сказать, пограничное артериальное давление. Можно сказать, оптимально высокое артериальное давление. Есть такое понятие. И оно требует наблюдения, во-первых. Во-вторых, изменения образа жизни в обязательном порядке. А возможно, и потребуют и медикаментозной терапии. Поэтому любое повышенное артериальное давление есть признак неблагополучия в организме. И поэтому успокаивать себя тем, что человек себя хорошо чувствует, у него ничего не болит, и не обращаться к врачу нельзя категорически. Человек должен обратиться к врачу и пройти полный курс обследования, который предусматривает достаточно большой комплекс лабораторных исследований, инструментальных, для того, чтобы выявить причину этого повышенного артериального давления. Потому что болезней очень много, которые могут вызвать повышенное артериальное давление. И в зависимости от того, какая причина выявлена, и какая степень этого артериального давления, имеются ли факторы риска, и какова степень возможных сердечно-сосудистых осложнений, с учетом комплекса всех этих моментов, врач уже будет рекомендовать и медикаментозную терапию, и изменение образа жизни. То есть, мотивируя хорошим самочувствием, знать о том, что высокое давление, и ничего не предпринимать нельзя. Признаками повышенного давления является головокружение, головная боль, сильное сердцебиение, слабость, ощущение тяжести в голове, шум в ушах, пелена перед глазами. Во время приступа, который может привести к инсульту, должна быть оказана своевременная помощь. Для оккупирования гипертонического криза есть такая группа препаратов быстродействующих, которые достаточно быстро снимают повышенное артериальное давление, и эти препараты всегда есть в арсенале скорой помощи. Такие препараты, как Коринфар, Капатен, Каптаприл, которые принимаются под язык эти препараты. Но опять-таки, прежде чем эти препараты принимать, любой человек, знающий, что у него есть гипертоническая болезнь, что у него есть эпизоды высокого артериального давления, которые, возможно, придется купировать самостоятельно, должен заблаговременно ознакомиться с инструкцией этого медикамента, посмотреть, есть ли у них противопоказания к приему этих препаратов, какие побочные действия у этих препаратов, чтобы быть, как говорится, во всеоружии и суметь применить эти препараты без вреда для себя в необходимый момент. То есть с инструкцией препараты должны быть ознакомлены всегда. Тем не менее, это препараты экстренной помощи, и эти препараты всегда должны быть в аптечке у любого гипертоника дома. И даже если человек куда-то выезжает, всегда при себе он должен иметь эти препараты про запас. Падение артериального давления ниже 100 на 65 мм артутного столба называют гипотонией. Само по себе низкое артериальное давление еще не является болезнью. Некоторые люди живут с низким давлением и даже не знают об этом, так как чувствуют себя совершенно здоровыми, ни на что не жалуются, и только при случайном измерении обнаруживается, что у них низкое давление. Все же, как бы хорошо вы себя не чувствовали, лучше давление привести в норму. Во-первых, выпить крепкий сладкий чай. Почему-то считается расхожее мнение, что кофе высоко поднимает давление. Но доказано последними исследованиями, что именно крепкий горячий сладкий чай лучше повышает давление, чем кофе. Кофе тоже можно, кофе тоже повышает. Кроме того, можно дома, если есть склонность к таким вот состояниям снижения давления, можно дома держать капельки кардиамина. Они продаются во всех аптеках. Кардиамин, медикамент, это медикаментозное средство. Можно накапать 10-15 капель в ложечку, выпить с водой, и, в принципе, этого будет достаточно. Но, тем не менее... А спиртное? Значит, спиртное в качестве любого медикамента применяться не должно. То есть спиртное имеет такое действие, как повышать артериальное давление. Но принимать спиртное с целью повышения артериального давления – это неправильно, это чревато. То есть за счет того, что спиртное еще обладает угнетающим действием на центральную нервную систему, мы можем вообще смазать всю картину и пропустить серьезное какое-то состояние. Поэтому спиртное не должно применяться ни в каком виде, ни в какую ситуацию с целью оказания экстренной помощи. Увы, дорогой зритель, но в современной медицине человек – это набор органов, а не целостный организм. Если болит палец – лечим палец, болит голова – лечим головную боль. А причина заболевания часто остается в стороне. Да и лекарства используются для лечения болезни. Обратите внимание, не человека, а болезни. Вы когда-нибудь читали аннотацию к лекарственным препаратам? Сравните по размеру абзацы показания к применению и противопоказания. Можно сделать вывод – одно лечим, другое калечим. К примеру, что такое БАД? Аббревиатура БАД расшифровывается как биологически активная добавка. Сразу возникает вопрос – добавка к чему? Биологически активные добавки, или так называемые БАДы, принимают люди именно по рекомендациям, услышанным из телевидения, из интернета. Потому что это самый легкий путь, самообман, когда человек думает, что он лечит какую-то свою патологию. Он знает, что у него есть какие-то проблемы, но он их еще не обследовал, он не был у врача, он не выяснил причину этого состояния, этих его жалоб, и начинает принимать биологически активные добавки. Человек может не вылечить свое заболевание, по поводу которого он принимает биологически активные добавки, но в то же время он может получить массу других проблем со стороны других органов и систем, потому что он не знает, что у него происходит в организме, и как эти биологически активные добавки действуют на его другие органы и системы. То есть одна биологическая добавка, которая ему рекомендуется, допустим, для снижения веса, может совершенно негативно влиять на его мочеводелительную систему, на его почки, может крайне негативно влиять на имеющуюся у него, например, бронхиальную астму. Поэтому применение всякого рода биологически активных веществ без консультации с врачом категорически нежелательно, но и не только биологически активных добавок. Любые препараты, которые человек считает возможным для себя принять, он должен согласовать прием этих препаратов с врачом, потому что любой медицинский препарат, любое лекарство имеет и побочные действия, и какие-то негативные влияния на другие органы и системы. И поэтому, когда врач назначает медикаментозную терапию, всегда взвешивает побочные эффекты с наличием у пациента каких-то других заболеваний, которые могут усугубиться этими побочными эффектами медикамента, даже самого хорошего препарата. Особенно это касается, когда есть необходимость приема комбинированной терапии, потому что можно назначить два препарата, которые взаимно усиливают действие, или наоборот, ослабляют действие друг друга. То есть здесь тоже много моментов. Поэтому не рекомендуем вообще в медицинском сообществе, я думаю, что все будут солидарны абсолютно, что применение биологически активных добавок и медикаментов самопроизвольно, без консультации, без согласования с врачом – это крайне опасно для организма человека. Убедительно просим всегда мы своих пациентов, чтобы они вот такими формами самолечения не занимались. На пороге осень. В это время года, когда организм особенно ослаб, мы частенько переносим острые респираторные заболевания и грипп на ногах, игнорируя больничные листы и все время уповая на то, что в очередной раз пронесет. После простуды в зоне опасности оказывается и сердечно-сосудистая система. Есть риск развития стенокардии, перикардита, миокардита, обострения гипертонии. Обычно это связано с последствиями воспаления легких, одного из возможных осложнений простуды. В этом случае поражение легочной ткани приводит к нарушению функции дыхания. Поступление кислорода в кровь затрудняется, а сердце и сосуды вынуждены работать с усиленной нагрузкой. Инфекционные агенты имеют такую особенность, что они очень часто мутируют, изменяются. И изменяется, соответственно, характер заболевания, тяжесть протекания заболевания и осложнение от этих заболеваний. Мы с вами являемся свидетелями того, как прошла череда птичьего гриппа, свиного гриппа, много всяких разновидностей этого гриппа было, и мы видели, что очень много людей гибло именно от этих вирусов. И те люди, которые выживают, имеют очень высокую вероятность получить осложнение от этих инфекций в виде поражения различных органов и систем. Если говорить именно о сердечно-сосудистой системе, то в первую очередь это такие осложнения, как развитие воспалительного поражения сердца самого в виде миокардитов, перикардитов, эндокардитов, когда под воздействием инфекционного агента идет воспалительный процесс мышечной ткани или в перикарде, так называемая оболочка сердца, или в эндокарде, то есть на клапанах сердца. И, соответственно, это осложнение инфекционных болезней крайне тяжелое, и по исходу заболевания может явиться причиной летального исхода. То есть человек погибнет не от самой инфекции как таковой, а человек может погибнуть от сердечных осложнений этой инфекции за счет того, что развивается тяжелейшая сердечная недостаточность. Поэтому любой грипп, любая простуда, в кавычках, которую мы привыкли на ходу дома лечить, при этом не прекращая работу, не уходя на лист нетрудоспособности, такую практику, в общем-то, медики считают порочной. Потому что человек, принимая самостоятельно, опять-таки под воздействием информации из интернета, с телевизионных передач, человек может, принимая какие-то препараты, просто затушевать проявление заболевания, а инфекция будет из-под боль прогрессировать в организме, и мы уже через 2-3 недели этого человека можем получить с тяжелой уже сердечной недостаточностью, именно в виде миокардита, нарушения ритма и сердечной недостаточности. Поэтому все медики мира рекомендуют, при наличии проявлений какой-то острой вирусной инфекции или простудных заболеваний, как их мы еще называем в обиходе, не надо заниматься самолечением. Нужно обязательно вызывать на дом врача для начала лечения, а дальше уже по состоянию посещать поликлинику до полного выздоровления. Нужно обязательно стараться быть изолированным инфицированным и от своей работы, от своего коллектива и от членов своей семьи, чтобы и их тоже не подвергать инфицированию, с одной стороны, самому, с другой стороны, не подключать от них, не получать, вернее, от них другую порцию инфекции. Потому что исходы бывают, к сожалению, очень тяжелые. Жительница курортного Кисловодска Аминат Мирамова после перенесения тяжелой болезни сердца ежегодно ложится в Крачаево-Черкесскую клиническую больницу на профилактику. Именно простуда в свое время дала осложнение на сердце, которое Аминат старается поддерживать, проходя положенное лечение. Очень много сейчас критики звучит в адрес наших медиков по довольным обслуживанным этой больницам. Я не знаю, я год тому назад лежала, я всем говорю, вот не видела такое отношение к людям. Вот на коляске, я же говорю, меня катали месяцами, на ноги поставили. И после этого, я же говорила, повезли в Ставрополь, ну, перестраховаться, что у меня от чего будет. Мне сказали, очень грамотно поставили диагноз и лечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин это повышение содержания общего холестерина, затем гипертония, ожирение, повышенный уровень глюкозы натощак и курение. У мужчин первый фактор риска – это курение. Заядлый курильщик, мужчина в расцвете сил, 51-летний Эдуард Кладезенко, попал в отделение неотложной кардиологии сердечным приступом. – Много курите? – Курю, как все. – Как все – это сколько? – Ну, это где-то пачка полторы. – В день? – В день. – Это же убийственная норма. – Может быть. – А вы не задумывались, что именно эта пачка полторы вас привела сюда? – Нет, как-то не задумывался. – Вы довольны лечением, которое здесь проводится? – Да, доволен. Врачи очень внимательные, довольно-таки очень хорошо относятся. – Раньше, наверное, все-таки было чуть-чуть пожестче, сейчас чуть-чуть попроще. – В каком плане? – Ну, как-то не так все равно относились к клиенту, так скажем. А сейчас над тобою трясутся, как над маленьким ребенком. Тем более, ну, как сказать, если просто на лечение попал или экстренно попал, разницы не вижу. Что к этому человеку относятся, что к этому человеку относятся, разницы нету. Но относятся очень хорошо, очень. – Медикаментов хватает? – С медикаментами проблем нету. Вроде все есть, тем более, такие дорогие препараты, то у них в наличии есть. Нужды нету бегать, что-то отдельно покупать. Питание – больница есть больница. Свой стол диеты. Конечно, уже в питании себя ограничиваешь. – Как вам кажется, что сегодня молодые могут избежать, чтобы завтра не загреметь вот сюда, в это отделение? – Ну, молодым, что я хочу пожелать? – В первую очередь, это вести здоровый образ жизни. Не курить, не пить, не употреблять наркотические какие-то там средства для молодежи, очень много сейчас, которые этим занимаются. И заниматься немножечко для себя спортом. Просто для себя. Не активно так что-то, какие-то достижения делать, а вот именно для себя, для своего здоровья. И немножечко хотя бы подумать о том, что в будущем их ждет. – Не будет положительного эффекта от медикаментозной терапии гипертонической болезни, если человек выкуривает в день две пачки сигарет. Если взять и померить артериальное давление у человека вот сейчас в покое, и сразу отправить его покурить, он выкурит сигарету и придет, разница может быть от 30 до 50 миллиметров тупного столба. То есть настолько выкуренная сигарета повышает артериальное давление и очень быстро. Дальше, конечно, давление снизится, спонтанно снизится. Но где гарантия, что именно в этот промежуток времени не произойдет сосудистая катастрофа? То есть инсульт, инфаркт или тоже носовое кровотечение элементарное. Очень многое зависит от самих пациентов в лечении многих сердечно-сосудистых заболеваний. Если пациент будет выполнять четко рекомендации врача по изменению образа жизни, по изменению образа питания, будет физически активным, заниматься какими-то легкими видами физических нагрузок, бег, ходьба, плавание, хотя бы 4 раза в неделю, вообще рекомендуется до 40 минут, 4 раза в неделю занятия вот такими легкими физическими упражнениями. И плюс к этому человек будет привержен к лечению, то есть будет принимать медикаменты, назначенные врачом в указанные сроки, правильно дозировать их, правильно принимать в течение дня, то тогда эффект будет. Но если человек будет игнорировать хотя бы один из этих моментов, эффекта от лечения не будет. Достаточно часто врачи сталкиваются с ситуацией, когда пытаются лечить артериальную гипертензию, и один препарат назначается, второй назначается, комбинация применяется, целая комбинация из нескольких препаратов, а эффекта нету. Причем доказано, что эффекта нету. Врач видит, он делает мониторирование артериального давления, и видит, что действительно нету эффекта от лечения. Если начать расследование, то очень быстро мы выявим, первое, человек не бросил курить, или даже не уменьшил количество выкуриваемых сигарет. Второе, человек как злоупотреблял солью, так и злоупотребляет солью. То есть он подсаливает пищу, он употребляет чрезмерно соленые продукты в еду. Третье, он не изменил образ жизни в плане гиподинамии, то есть он не дает нагрузку физическую, а при отсутствии физической нагрузки дозированной очень трудно похудеть, соответственно, очень трудно снизить массу тела. То есть уменьшить индекс массы тела практически невозможно. Ни на какой диете без физических нагрузок это сделать невозможно. Поэтому, если врач выявляет такие нарушения, он должен проводить тоже неустанную работу по убеждению пациента в том, что без комплекса этих мер добиться какого-то позитивного выхода из ситуации не получится. И в этом пациент должен быть заинтересован сам в первую очередь. Потому что мы сегодня говорим о том, что все заболевания сердечно-сосудистой системы помолодели. В том числе и гипертоническая болезнь, и ишемическая болезнь сердца. И если человек хочет сохранить свою трудоспособность, качество своей жизни, иметь возможность и работать, и отдыхать, и пользоваться всеми, как говорится, благами цивилизации, иметь семью, радоваться жизни, счастью своих ближних, он должен поддерживать свое физическое состояние в том состоянии, которое позволит ему все это делать. А для того, чтобы это было именно так, человек должен прислушиваться всех рекомендаций, которые ему дает доктор, и трудиться над собой. Бешеный ритм современной жизни приводит к тому, что толком мы ничем и не занимаемся. Либо занимаемся чем-то одним, а второе и третье получаются урывками. Счастлив ли современный человек, вынужденный все время быть в спешке? Наверное, есть люди, которым темп жизни современного общества – в радость. Особенно в молодости, когда энергия так и плещет, перспективы мотивируют и водосубляют, а организм с легкостью прощает недосыпы утром на службу, вечером в ночной клуб. Однако для большинства людей бешеный ритм существования выливается в стрессы и неврозы. По этой причине несколько лет назад попал в Республиканскую клинистскую больницу Людмила Байрамукова. У меня было очень много стресса, все и, в общем, полетело мое сердце. Благодаря коллективу, их помощи, то, что они меня отправили в Астрахань, в Москву, я ожила. Ну, а сейчас лежу на поддержке. Как только кризис, так и сюда. Я вот сделала такую ошибку, что думала, там, травки попью, то попью, то попью, и вот так до этого состояния дошла я. Вот. Ни к каким лекарям, ни к каким этим, ни Дагестану, ни вот это вот, все это все неэффективно и не это. Самое главное – прислушиваться к врачам и весь здоровый образ жизни. А прислушиваться все время надо. А вот эти вот травушки, муравушки, самолечение, оно не дает эффекта, так же, как не дало мне. И пришлось мне вот так. А если бы я в свое время, как бы, тоже прислушивалась, было бы намного, конечно, лучше. Не намного, а совсем, наверное, лучше было. Если уж из мертвых они меня поднимают, то наверняка тогда бы легче было сохранить здоровье. Как пациент со стажем Людмила Маблаевна знает весь персонал кардиологического отделения давно. И слов благодарности не жалеет ни для врачей, ни для медицинских сестер. Я всех их хорошо знаю. Все они мне приходили на помощь в любое время. Даже интересовались дома, звонят, Люда, как ты себя чувствуешь, как это. Вот так. Я очень рада, что могу их поблагодарить. Была бы у меня такая возможность, я бы их наградила бы чем-нибудь. Психоэмоциональный фактор тоже играет огромную роль в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Потому что так уж устроена наша сердечно-сосудистая система, наш организм, что организм одинаково выбрасывает адреналин и на положительную эмоцию, и на отрицательную эмоцию. А там, где идет выброс адреналина, там всегда будет учащенное сердцебиение, там будет всегда повышение артериального давления, там будет повышенный тонус сосудов. И главное, чтобы эта адекватная реакция не переросла и не стала неадекватной реакцией, которая может закончиться чрезмерным повышением артериального давления, чрезмерным выбросом адреналина с последующими многими-многими серьезными проблемами. Поэтому, конечно, положительные эмоции – это хорошо, это всегда хорошо, потому что положительная эмоция, она дает человеку стимул к жизни, стимул к дальнейшему продвижению по службе, по карьере, в каких-то семейных отношениях. Но в то же время все, наверное, должно быть дозировано. И положительные эмоции, и отрицательные эмоции. Но лучше, конечно, положительные эмоции, чем отрицательные. Лучше пусть они перехлёстывают, чем отрицательные. Отрицательные эмоции нужно уметь избегать. Человек должен уметь себя настраивать на отрицательные эмоции, правильно их воспринимать, правильно их переживать. В каких-то моментах может даже просто отстраняться от них, философски относиться к возникновению этих проблем. Но и уметь себе их гасить. Потому что, если каждый раз на какую-то проблему давать бурную реакцию, то, естественно, у нас будет состояние хронического стресса. Это будет состояние постоянной гиперактивности наших надпочечников, постоянно склонность к повышенному артериальному давлению, к учащенному сердцебиению. А это, к сожалению, изнашивает организм, конечно же. Поэтому всего должно быть в меру. Но лучше радоваться от хороших, как говорится, эмоций, чем печалиться по поводу каких-то отрицательных. Но из ваших слов следует, что люди, которые больше смеются, больше улыбаются в жизни, они дольше живут? Ну, смех, улыбка – это всегда позитивно. И насчет живут ли дольше, не могу сказать, честно говоря. Но болеют, меньше тоже не могу сказать, но то, что они болеют легче, проще. И они находят быстрее общий язык с другими людьми. Они быстрее решают свои проблемы, потому что именно улыбчивые люди, они более коммуникабельные, они более общительные, и они более быстро могут довести свои мысли, свои просьбы или свои какие-то пожелания до другого человека и получить положительный ответ на свое обращение. Точно так же, если человек с оптимистическим взглядом на жизнь заболел каким-то заболеванием, он и переживает его, наверное, немного все-таки легче и проще, чем люди с негативным настроем. Потому что, когда человек находится в состоянии оптимистической настроенности, это значит, что организм борется, то есть организм помогает человеку справиться с заболеванием, защитные силы мобилизуются. Поэтому улыбаться надо, смеяться надо. Это помогает жить. Ежегодно с 2000 года, 29 сентября, по инициативе Всемирной Федерации Сердца в партнерстве со Всемирной Организацией Здравоохранения, ЮНЕСКО и при поддержке других международных организаций проводится Всемирный День Сердца. Я желаю всем зрителям вашей программы, всем нашим соотечественникам, всем нашим близким и родным, чтобы сердце у них было здоровое, большое, чтобы оно трепетало только от радости и учащенно билось только от каких-то радостных событий, чтобы наши близкие люди не знали проблем серьезных со стороны сердца и чтобы год сердца, который мы, медицинское сообщество, отмечает в принципе каждый год, был днем именно праздника, чтобы мы вспоминали, что когда-то были такие проблемы с сердцем, а сегодня они легко решаются, чтобы эти проблемы решались. На этой позитивной ноте программа «Будем здоровы» прощается с вами. Мы желаем вам, чтобы в любое время года ваше сердце препятало только от радости, а чтобы в любом возрасте вам хотелось спеть. Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить! Сердце, как хорошо, что ты такое! Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить! Ах, сердце, тебе не хочется покоя, Ах, сердце, как хорошо на свете жить!